Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. В эти дни работаем в Санкт-Петербурге. Говорим об инновационном развитии и новоэкономических реалиях. В нашей студии генеральный директор ГЛОНАСС Алексей Ракевич. Добрый день. Добрый. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина гибридная сеть связи на основе эра ГЛОНАСС должна стать частью нацпроекта, посвященного беспилотным авиационным системам. Расскажите, пожалуйста, подробнее про эту технологию. Она применяется только в авиационных беспилотных системах или еще где-то? Я немножечко, с вашего позволения, скорректировал бы формулировку. Она не должна стать, а президент поручил правительству, агентству стратегических инициатив и национальной технологической инициативе НТИ и нам предложить изменения в нацпроект беспилотной авиационной системы. Как носителям экспертизы. Да. Владимир Владимировичу понравилась наша концепция цифровое бесшовное небо, которую мы озвучили на форуме сильной идеи нового времени. И вот родилось это поручение. Поэтому там еще пока нет формировки должны, но мы надеемся, что наши идеи будут услышаны и найдут отражение в нацпроекте. Отвечая на ваш вопрос, гибридная связь, конечно же, это не только для беспилотников. Под гибридной связью подразумевается, что будет несколько в одном устройстве связном использовано каналов связи. Это будут стандартные сегодня каналы для беспилотников, я имею ввиду. Это прямая радиовидимость, так называемая. Это сотовая связь. По сотовой связи можно управлять беспилотником сегодня. И, значит, что мы предлагаем добавить сюда, это спутниковый канал. В нашей текущей ситуации мы применяем связь, реализованную через геостационарные спутники российские, поскольку пока в нашей стране нету своей низкоорбитальной спутниковой группировки. Но многие компании заявляют о планах ее создания и, значит, в перспективе, конечно, конечно же, будущее за, если мы говорим про беспилотники, то будущее за связью через низколета, так называемый, то есть низкоорбиталка. Возвращаясь к вопросу, связанному с контролем над лесным хозяйством, довольно болезненная тема для многих регионов, в частности для Сибирского федерального округа. Есть ли те регионы, которые уже сегодня проявляют интерес к этой технологии и готовы уже прямо сейчас заручиться возможностью интегрировать эту технологию на своей территории и полностью контролировать лесное хозяйство с помощью ваших разработок? Учитывая тот факт, что есть уже федеральный закон, который обязывает смотреть в эту сторону компании, которые занимаются лесопереработкой, лесозаготовкой, транспортировкой и так далее, то есть лесном хозяйстве работающие. Помимо этого, на наш взгляд, и мы слышим обратную связь, получаем от частных компаний, от регулятора рослесхоза. На наш взгляд, нам удалось сделать решение, которое абсолютно рыночное. Надо понимать, что если мы им даем один спутниковый канал, который, скорее всего, мы будем заинтересованы в том, чтобы предоставить вообще бесплатно. То есть само железо предоставить бесплатно, но зарабатывать на абонентской плате, потому что спутниковая связь во всем мире, она, в общем-то, не такая дешевая. А наша технология через геосационар позволяет добиться уникальной себестоимости, то есть низкой себестоимости самого сигнала. Поэтому, если мы будем брать, взимать абонентскую плату меньше, чем, скажем, наши западные конкуренты, все равно нам будет интересно железо, то есть устройство передавать, ну скажем, в аренду. При этом к этой одной железяке, не такой уж дешевой, то есть 150 плюс базовая станция около 200 тысяч железяка, к ней, простите, цепляются большое количество трекеров. То есть к одной железяке можно, там, на какой-нибудь лесосеке, там, значит, делянке десятки единиц техники подключить. И они в реальном времени, их может видеть Рослесхоз, их может видеть собственник этой техники, собственник этой делянки, значит, ну это прозрачность, это прозрачность для работы отрасли и это безопасность для людей, которые там, собственно, вовлечены в эту работу. Эта технология может способствовать борьбе с неправомерным использованием лесного хозяйства? Конечно, конечно. У Рослесхоза есть, скажем так, это вот эта система мониторинга, она будет очень комплементарна тем средствам контроля, которые есть у Рослесхоза сегодня. У них есть спутниковый контроль. Мы им также предлагали спутниковый контроль, то есть сегодня прекрасные возможности, которые, там, технологии искусственного интеллекта, нейронки позволяют видеть через спутник, анализируя снимки, любые, значит, ну отклонения, какие-то вырубки леса, там, и так далее. И это средство контроля уже есть, оказывается, у Рослесхоза. Мы изначально думали предложить мониторинг техники и одновременно анализ спутниковых снимков. У них эта составляющая есть, то есть вот когда они увязываются между собой, то там очень хороший такой мультипликативный эффект возникает. Поэтому, конечно, кому-то это, наверное, не понравится, кто привык работать в серой зоне, но точно повысится прозрачности контроль для отрасли. Ну и главное, ну может быть не главное, опять же, изначально вот такие цели преследовались, но мы увидели классную возможность повысить безопасность работников этой замечательной отрасли. Как дальше будет развиваться Роглонас? У нас основная наша система — это аварийное оповещение на транспорте. И, ну, наверное, логично вот говорить о планах по ее развитию и модернизации. Что происходит? Происходит ее масштабирование каждый год по миллиону транспортных средств, дополнительно подключается к платформе. Надо сказать, что позавчера нам исполнилось 9 лет компании. С чем вас поздравляю? Спасибо. Сегодня на платформе уже более 11 миллионов транспортных средств. И одна задача — это масштабирование. Ну, с этой задачей исторически компания, при этом, сохраняется надежность. Компания справляется. Две есть более амбициозные задачки. Первая — значит, сделать так, чтобы эта система не только информировала о случившемся ДТП, а предотвращала ДТП. Провайдеры спутниковых услуг на иностранных спутниках, они, значит, либо притормозили, скажем так, свою деятельность в России, либо вообще свернули ее. Поэтому сейчас самое время обеспечить вот это импортозамещение и в такой важной сфере, как связь и одновременная навигация, обеспечить тот самый технологический суверенитет нашей страны. А технологический суверенитет — это, прежде всего, безопасность? В данном случае связь — это, конечно, напрямую связано с безопасностью. Вот такова сегодня ситуация, например, там вот этой молодой отрасли беспилотников из-за отсутствия спутниковой связи. Она должна появиться. И, конечно, системное решение этой проблемы одно — это низкоорбитальная спутниковая группировка российская. Надеюсь, что она в ближайшие годы появится, и тогда эти проблемы решатся. Мы тоже очень надеемся. Спасибо. Спасибо. В нашей студии был генеральный директор ГЛОНАСС Алексей Ракевич.